Молодые семьи бьются за право получить жилищный сертификат от государства. Вот и на прошлой неделе общественные слушания по этому вопросу не обошлись без скандала. Город выделяет слишком мало средств на реализацию программы. Об этом хорошо знают мошенники в интернете. Присылайте ксерокопии паспортов и свидетельства о рождении детей. Остальное мы сами сделаем, чтобы вас признали экстренно нуждающимися. Так, мошенники предлагают, цитата, не терять лишние года, а приносить документы и деньги. А их грамотные специалисты помогут преодолеть очередь. Татьяна Абашина, участница программы «Молодая семья», попыталась вывести мошенников на чистую воду. Я ей пишу, что как такое вообще возможно, пишите подробнее, потому что понятия экстренно нуждающихся в целом в принципе нет. На что она поняла, что я ее развожу просто на разговор. Она меня забанила, удалила переписку, все. За перемещением в очереди мошенники требуют 15% от суммы сертификата. Важно, оплату просят принести уже после того, как семья получит документ. Такое многих подкупает, но, как уверяют ответственные за очередь чиновники, это ловушка. Человеку говорят, что вроде бы по факту оплата будет происходить после получения сертификата на руки, но во время якобы своей работы мошенники тем либо иным способом вынуждают молодые семьи на привлечение определенных рода сумм. За последние только два года двух людей были осуждены по статьям мошенничества и на сегодняшний момент обывают свои срока. По официальным данным, в этом году сертификаты получили 134 барнольских семьи. Не так много, учитывая, что в очереди их больше пяти тысяч. Но все же, соглашаясь на условия мошенников, вы можете потерять не только года, но и деньги. Андрей Дреер, Алексей Фризин. День с толком.